В России больше 150 тысяч деревень и сел. В 36 тысячах из них живет всего по одному человеку, а еще 20 тысяч абсолютно безлюдны. По количеству мертвых деревень Тверская область занимает первое место. Там без жителей осталось две с половиной тысячи небольших населенных пунктов. Дома стоят, а людей в них больше нет. Мы с Митей Олешковским отправились в Тверскую глушь, чтобы посмотреть, что там происходит, и попытаться понять, почему вымирают русские деревни и села. Дома стоят, последние уехали в прошлом году. Нет работы, нету, почти вся молодежь в городе. А бабулькам-то уже всем за 80, под 90 уже. Мы потеряли 400 тысяч населения с 70-х годов, это Тверь, нынешняя Тверь. Не верится, что за 25 лет может вот так все. Мы едем по трассе между Вышним Волочком и Торжком, вдоль дороги удручающий пейзаж, заросшие поля, развалившиеся дома и ни одной живой души. Мы остановились в деревне Кожакино. В 2010 году, когда проходила перепись населения, здесь проживало 17 человек. Сейчас из десятков домов признаки жизни подают только два. Мы сейчас просто ехали по трассе и... Здесь на самом деле очень важно понимать, что вот от Вышнего Волочка, который находится вот там, и до Торжка, который находится вот там, абсолютно вымершая зона, потому что здесь жили люди, которые были, значит, они всю жизнь работали в поле. В поле, в колхозе там и так далее, на сельское хозяйство. Вот тут, если повернуть вот так вот на камеру и показать, вот это, это не лесочек, это бывшее поле. То есть вот как выглядит сельское хозяйство здесь. Вон там тоже поле, то есть везде, где молодые поросли, это поле. Телефон стоит. Телефон стоит, да. А мне, кстати, кажется, он, судя по всему, не работает. Я уверен, что он работает. Но к нему никто никогда не подходил. Конечно, никто. Но здесь, я не уверен, что здесь и люди живут, потому что вот тут, ну вот здесь, наверное, живут ещё чисто, да? Да, здесь... Да, вон собака лает. А вот тут всё, здесь просто все умерли. Вот это вот, и эта деревня на трассе, что важно, да? Здесь, понятное дело, никого. Это один дом во всей деревне остался. Да. Потому что вот это все, вот смотри, один за другим, они вот выбиты. Конечно, да. Их даже никто не разграбил, эти дома. Здесь вынесли всё, что можно вынести. Я уверяю, конечно. Вот сожгли прямо большинство деревень в таком состоянии. Кошмар какой. То есть это прямо ворота? Да, 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 да. Это просто, вот прямо сейчас происходит, люди умирают. Всё. У них нет никакого будущего, никакой жизни. Вот смотри, детская коляска валяется. Здесь жили люди, я думаю, что лет пять назад, шесть. То есть это вот прямо сейчас происходит? Слушай, ну здесь вот даже окна, занавески, тут всё проваляется. А это сняли всё? Конечно. Это то, что ты говоришь, вот это всё сняли. То есть когда дом выезжает, они всё... Пилят на дрова, выносят всё железное. Слушай, реально все полы сняли, смотри. Происходит моментально. Всё, что можно хоть сколько-нибудь продать, всё забирают. Печку разобрали, смотри. Слушай, ну вот календарь висит 2002 год. Печку разобрали. Это уже следующий этап мародёрств. Когда в доме не осталось ничего ценного, его начинают разбирать на кирпичи и брёвна. А вот смотри, показательный пример, важный момент. Видишь, выпилено? Да. Понимаешь почему? На дрова. Это на дрова всё. Ну вот, видишь, прям спил. Блин, реально... Всё, один дом. Всё, мы дошли до конца. Да, да, да. Вон дом живой, по-моему. Думаешь? Ну окна есть, во всяком случае. А, да, да. Два жилых дома? Да. Два жилых дома, один в начале, другой в конце. Остальное всё, ничего больше нет. Причём мы находимся с вами в 20 минутах от города. Вот мы едем в деревню сейчас, в нашу. У меня бабушка жила в соседнем доме. Сейчас на первое лето не приехал. Она живая, просто больная. В влашнем волочке. Её внук зачем-то приехал и украл всё железо из дома. Кан из этой, из бани, в котором вода кипятится. Зачем? Его тоже спрашивают, Лёг, зачем ты это взял? Ну как бы отчёт, железо же. Стой лежит, никому не нужно. Понимаешь, родной дом. И здесь будет природа, вот она отвоёвывает своё. Прям видно, что происходит. Я нахожусь в новом в Дарксторе онлайн-супермаркет Перекрёсток. Его открыли раньше срока. Всё ради того, чтобы продолжать обеспечивать покупателей бесперебойными поставками продуктов во время карантина. Количество заказов сейчас выросло в разы. И поэтому они пошли на такие меры, чтобы не ронять качество сервиса и скорость доставки. Даркстор — это что-то среднее между складом и магазином. Его главное отличие от магазина в том, что в него не могут приходить обычные люди. Сюда заходят только сотрудники. Они сами собирают заказы для своих покупателей и отдают их в службу доставки. Во время коронавируса такая модель особенно полезна. Во-первых, благодаря тому, что она работает на доставку и позволяет закупать продукты в ПРО. А во-вторых, отсутствие покупателей в магазине гарантирует то, что к вашим покупкам будут прикасаться минимум людей. Это будут только несколько сотрудников онлайн-супермаркета, а они внимательно следят за чистотой и дезинфекцией. Расскажи, пожалуйста, как вы заботитесь о безопасности, что у вас дезинфекция в связи со всем этим коронавирусом? Как ты видишь, я в маске, на время интервью ее сниму. Но такие маски ношу не только я, такие маски носят все наши водители. Маски, перчатки, средства индивидуальной защиты также носят их сотрудники склада. Каждые два часа мы проводим полную дезинфекцию всех поверхностей склада. Кроме того, наши сотрудники используют санитайзер. На входе мы проверяем температуру у сотрудников, и у нас абсолютный контроль качества на все входящие продукты. Кроме того, мы ввели такую опцию, как заказ до двери. Курьеры оставляют заказ у двери, и после того, как оставили заказ, дезинфицируют руки и все поверхности, которых они касались. Про дезинфицированные ящики он оставил заказ, ушел, все, никакого контакта с клиентом. Покупать продукты в DarkStory очень удобно. Когда вам привозят заказ, вы можете сначала просмотреть его и отказаться от тех продуктов, которые вам не понравились. Насчет свежести тоже переживать не стоит. На доставку отправляют только те продукты, у которых еще не прошло половины срока годности. Оформлять заказы можно на сайте перекресток.ру в Москве и Петербурге. Обратите внимание, что там часто действуют разные скидки и акции, которые помогут вам хорошо сэкономить. Ссылка на сайт будет в описании. На самом деле мы проезжаем еще островы, деревень. Это были огромные деревни все, здесь жило огромное количество людей. Здесь все вот вокруг, все вспахивалось. А вот школьный автобус, например, проехал на встрече. Потому что школы везде закрываются, остаются только в крупных населедных пунктах, каких-то там, скажем, Ясиновича. Ясиновичи раньше были районным центром, а сейчас, по-моему, даже и не районным. Здесь просто выжженная абсолютно земля. Никаких перспектив у людей. Совершенно. Ничего. То есть, когда ты здесь живешь, ты не понимаешь, зачем жить. Ты не понимаешь, чем жить. Ты не понимаешь, как жить. Есть вариантов либо сбиться, либо сдохнуть. У нас последний житель нашей деревни, например, Леха, он умер от холода. Ну, Стопопьяне замерз в своей деревне на Новый год. В своем доме. И напротив него в соседней деревне бабушка через несколько дней умерла от голода. 21 век. Причем это все была обжитая земля. То есть, здесь были целые кусты деревень. У нас, например, деревня, а за ней была еще одна и потом еще одна. Там были даже иногда каменные дороги какие-то старые и так далее. А сейчас вот ты едешь, ну вот домик один стоит. Вот была деревня. Что от нее осталось? Вот ничего не осталось. Все, там развалины. В водокачках. Вот мы заехали в деревню Кузлова. Вот она была огромная. Посмотрите, видишь, какое там количество зданий? Она гигантская деревня. Это было село, на самом деле. Вот. И здесь была церковь. Здесь кладбище. Вот там вот была усадьба, в которой всемирно известный художник. Вон здание стоит. Всемирно известный художник Явленский родился. А теперь вот как бы все. Ничего там практически нет. Все спелись. Вот здесь вот живет один работящий человек. Все. Вот это было поле. Я своими глазами еще помню, видел вот это вот поле. Вот это поле. То есть его сеяли, собирали урожай. Здесь возят лес. Поэтому разбили дорогу. Вот это тоже было поле. То есть леса не было? Нет. Это, конечно, поражает. То есть это говорит о том, какое количество усилий было приложено, чтобы отвоевать это у природы. И как быстро природа это отвоевала обратно. И как много придется приложить, чтобы отвоевать обратно, если вдруг захочется здесь, скажем, вот поле. Вот мы даже, смотри, вот мы карту смотрим, да? И на карте здесь не зеленое, здесь поле. То есть лес вокруг, а это считается полем. Митя впервые приехал сюда 25 лет назад. Тогда в Дуплево еще вовсю кипела деревенская жизнь. Поля вокруг деревни были вспаханы и засеяны. Люди занимались хозяйством. Дома были в исправном состоянии. Вот здесь вот жили люди. Вот там вот был дом, жили люди. Стас, который сейчас, наверное, помер где-то. Вот это наш дом. Здесь живет Люся. Здесь жил последний житель этой деревни, Леха, который от холода замерз и помер на Новый год. Это вот сейчас он на этот Новый год? Нет, несколько лет назад. Теперь мы здесь живем Люся. Люся живет на две деревни, Дуплева и Кожина. Обе на грани вымирания. Ура, мальчишки. Здрасте. Я Люся. Вот Люся, последний хранитель этой деревни. Я сосед, скажи, Кожинская. Да. Там была деревня, в которой... Что Кожина обычно происходит? Опять пьянка. Как всегда, Митяйка. Я туда вчера сходила. Мне сказали, поезжай в Дуплево. Я и приехала. И что они там пьют? А умер же енот. Да. И что они пьют? Гусиночий летают. Короче, здесь был человек, который всех убивал. Которого звали енот. Енот. Это такая сволочь. Который торговал средством для чего? Для омывания бассейнов, да? Да, да, да. Смерть этиловой. Ну вот, какую-то химию. Он, значит, эту сволоту продавал. И все помирали. Все. Буквально. Вот на этом самом месте стояла, значит, телега. И Вася с Лехой оба померли. Вася умер здесь в туалете. Ага. А это у порога. А это у порога. Просто, значит, они сидят, бухают. И их рвет. Но они бухают. И все равно пьют. И все равно пьют. Зачем ты пьешь, спрашиваю? Я же купил бутылку. Вот. То есть они пили какую-то хрень. Жидкость для омывания бассейнов. Понимаешь? Стекол вот это бывает. Они часто и одеколон жрут. Все жрут. Корвалол. Нету енота так вот друг за другом. А енот всех спаивал. Был вот такой вот, значит, товарищ. Он сгорел. Да, у него пожар. Как? А что с ним случилось? Пошел за сеном. Пока нес охапку, где скотина стояла. Проводка очень плохая. И загорелась, где скотина. Дом не горел. Горела скотина. А после перекинулась на дом. А он в доме был? Нет. Он нес как раз сено и увидел, что коровы горят. Открыл дверь. Вошел туда. И все. В один год, с разницей в три дня, в этой деревне, в этом доме замерз мужик по пьяни. А в той деревне от голода бабулька умерла. Меня больше всего поразило, что когда бабушка умирала, ее сын бухал в этом же доме. То есть она лежала за печкой. И все, бабушка как легла. А кто ей варить будет, если он пьяный? Он нашел на улице какую-то эту женщину. И вот с ней бухал. А я ходила к ней просто помогать. Она от чего умерла? От ничего. Один приезжали, вызвали скорую. И говорят, благодаря чаю, которой она вот стакан делала чаю и варенье ей сварила. Красной смородой. Вот до этого сердце держалось у нее. Яичко даст, у меня уже не лезет. Она от голода умерла? Ну почти, почти. Один чай внутри. Два месяца она так пролежала. А сын ее бухал просто? И здесь подобные случаи не редкость. Да. Здесь просто все умерли. Это была живая деревня. Когда мы сюда приехали, вот это вот все, 25 лет назад, наверное, да, мы приехали. Вот это все было полями. Здесь все было засеяно. Все было вспахано. Там был, да, льнозавод был в Ясиновичах. Там, значит, была еще одна деревня Дроздова. Дроздова. Вот если сейчас приедешь, полигон будет, увидишь. Здесь все пустые. А которые остались либо старики, либо алкаши. Здесь вообще больше никого нет. Вот в Ясиновичах еще есть какие-то там молодняк? Есть, есть, есть. Да, там школа же есть, наверное, да? Да, большая. Вся школа с Бухлова до самого фешена забирает ребятишек в центральную Ясиновичную школу. Понятно. На автобусе водится. А вчера автобус не пришел. И вот я пришла вчера бабушке Ане. Я говорю, а это чего здесь, Егорка? А он говорит, а потом сломался. И все? И все. Мальчишина, он рад. Люсь, что произошло? Почему так дорогу расхерачили? Видишь, лес возят. Во, оттуда вы. Теперь оттуда? Теперь все. Оттуда там? Там все нормально. Нормально. Они по черному его рубят или есть разрешение? Нет, разрешение. А, ну. Ну, официально, значит, уничтожают все. Вот я маленечко, видишь, здесь просидела, мне видишь, подкинули они, чтоб я не орала. А что, кто мне привезет? Ну да, ну да. Как-то надо по 5 тысяч платить, а здесь бесплатно, чтоб... Что? Всю жизнь Люся проработала мотальщицей на фабрике. В 1972 году она даже получила премию ленинского комсомола за высокие достижения в труде. За что тебе с Кобзоном премию дали? А я придумала, чтоб мы не на 25 веретенов работали, а на 50. Я фабричная девочка. Нас 11 или 10 человек, кого-то качих, которые комсомолы, я мотальщица. Кроме диплома и нагрудного знака лауреатам премии вручали по 2500 рублей. По тем временам это были приличные деньги, но в наши дни это почетное звание при начислении пенсии не учитывается. Сейчас Люся получает около 15 тысяч рублей. 14 700. И на эти деньги можно здесь прожить? В деревне да, в городе нет. В городе уже нет. В деревне свое все, ты понимаешь. У меня картошка своя, вон капуста до сих пор. Здесь была лошадь и не одна, коровы были. Овцы, свиньи, курицы. А почему это все так происходит? Как вы думаете? Нет работы, нет. Почти все в город уезжают, вся молодежь в городе. А здесь что можно делать, сейчас в деревне? Работы никакой? Совсем нет никакой. Ни скота, ничего нет. Даже на комплексе нет ничего. Причиной вымирания многих деревень и сел стала политика государства в 90-е годы, когда колхозы и совхозы фактически были брошены на произвол судьбы. Это привело к оттоку населения в крупные поселки и города. Вот эти остатки советского прошлого, там колхозы, совхозы, они уходят в небытие. Некоторые там держались до последнего, но теперь это лопается. А психология сельского жителя, она говорит, все пропало, все пропало. Может быть, какой-то фермер и придет, и будет лучше, чем при колхозе или совхозе. Но психология, говорит, совершенно обратное. Они начинают паниковать и уезжать или вообще, черт знает, что сделать. Потому что раньше все было, он может взять трактор и вспахать себе картофельный этот участок. А сейчас, если не будет колхоза, извините, кому идти, сколько платить и вообще прочее. В каждой деревне была конюшня, каждый колхозник имел право взять этого коня и привезти сено, вспахать огород и так далее. В деревне Дуплево почти все брошенные дома еще достаточно крепкие. Их можно было бы использовать как дачи, если бы не воры и мародеры. Слушайте, а что дальше с этими деревнями будет? А черт ее знает, не знаю. Вымерят все? Вымерят, конечно. Но покупают, москвичи покупают. Но они ж не живут здесь, что толку? Как вот сейчас выйди, проедь еще наша кожа, а после проедешь ты сейчас Макарина. Ну что толку купили москвичи эти? Как выезжать, так кража. Жрать то надо, опойте. А, и у них воруют все? Все. И теперь две бабушки осталось коренных. Одной 87, второй 85 никак. То есть они должны заехать со своим скарбом и потом... Да, и со своим даже телевизором выезжать и все. Моментально. А весной полы снимают, все снимают, все. Какие-то минные искатели приезжают к нам, все роют, все. Как будто у нас 20 лет этот металл стоит. Но я привыкла уже к этой деревне. Значит, у нас была сначала вот в 70-х, 80-х годах такая, значит, такой план, чтобы поставить на месте исчезнувших населенных пунктов сельских такие стеллы. Здесь была такая-то деревня, здесь было такое-то село. Первые упоминания тогда-то. Но теперь этого делать нельзя, потому что все вооружены металлодетекторами. И тогда урон, значит, археологии будет многократно сильнее, потому что все начнут выметать, а мы им как бы подскажем, где это может быть. У нас и так все уплывает из рук, потому что эти черные копатели, они же не контактируют с наукой. Мы не можем даже... А что они там ищут? Все подряд. Монеты, значит, какие-то там наконечники стрел, якобы еще, еще проще. Черный рынок, знаете, какой. Вся Россия поделена на сектора и подпольные рынки стариной. Люся, дай я тебя обниму. Давай, зайчик. Ой, держись. Так, Митя, это помогает вам? Кто? Митя. А как же! Все, самое главное. Давай, мальчики. Все, мы поехали. Да. Дальше мы отправились в деревню Ивановская. Раньше здесь располагался знаменитый на весь Советский Союз дом отдыха «Голубые озера». Это же здание, тоже старое. Это начало 19 века, это усадьба Иван Терентьевича Сназина. А что здесь раньше было? Сначала усадьба, потом дом отдыха здесь был. Мы здесь в школе ездили, в свое время отдыхали в эту усадьбу, в «Голубые озера». С советского времени называется «Голубые озера». А так, усадьба была Ивановская Овсеева. Первый владелец Сназин, который и построил вот эту верхнюю часть усадьбы. Здесь дом деревянный стоял, он сгорел. Вот тут какая часть усадьбы? Вот эта вот. Это все флигеля. А что было-то здесь сама по себе усадьба? Она чем жила? Усадьба жила крепостными. Крепостных было довольно много. Он был приближенный Павла I. Генерал, генеральское звание давало ему возможность жить на широкую ногу. Поэтому усадьба была отстроена весьма неплохо. Конечно, уже советские переделки всякие, заливки и все остальное. Но здесь в Советском Союзе, видимо, было что-то. Естественно, при доме отдыха тут располагались различные подсобные помещения. И тут и всякие для вечерних занятий, учебные классы были. Ведь же сюда возили детей со всей области. А вот двери, кстати, старинные сохранились. Тут вот с резьбой. Тут старые двери. Да, грустно. Фактически вся деревня работала в этом доме отдыха. Одновременно в нем могло разместиться около 500 человек. Но желающих было намного больше. Поэтому в советское время здесь начали строить новые корпуса. Но потом наступила перестройка, а затем и развал Союза. Закончить строительство так и не удалось. Окончательно Голубые озера добил экономический кризис. Я бабушка уже со стажем. У меня уже восьмой десяток. А работали здесь? Здесь работали в горничной. А сейчас здесь работы нет? А сейчас тут работы вообще нет. А когда закрылся пансионат? Ой, давно уже. Разворовали. Все местные разворовали. И когда разворовали, еще приезжали вот эти фуры большие. Вот так становились вон там. Ну что? И все. Все тащили. Ну видно, что ничего нет. Окон нету. Все тащили. Стен нет. Полов нет. Ну здесь это было недостроено. Здесь рамы были, стекла были, батареи были. Проводка была батарейная. Все. Все сняли. Все. Все. Как вы видели, что хозяина нет, так и вынесли. Так у нас все и бывает. Здесь же купил какой-то, я не знаю фамилии, не знаю его. Купил, потом перепродал, потом уехал за границу. Мы сейчас вообще живем. У нас только прописка, ни ордеров, ничего нету. Магазин один остался и все. За 25 лет вообще кошмар. Много чего произошло. Страсть Божья. Рассказывают даже. Ну все. Не верится, что вот за 25 лет может вот так все. А сколько народу вообще сейчас живет? Ой, сейчас мало живет. Сейчас вообще местные бабульки живут. А бабулькам-то уже всем за 80, под 90 уже. А молодежь все уехала? А молодежи никого нету. И когда вы приехали сколько? Постоянно в населении. Тысяча. Тысяча. Ну понятно. То есть 90 процентов уехало? Ну да, почти. Потому что здесь очень много приезжали, снимали все сарай. Вот это лишь бы только кровать поставить и спать. Потому что все ходили гулять, отдыхать за грибами, за ягодами ходили. У нас ягоды тут самые вкусные, грибы самые вкусные. Там уже далеко. Мне, например, нравится здесь. Такая тишина. Вот что меня удивляет. Тверская область была прямо кладезью всевозможных дворянских усадеб. То есть они везде. Вокруг. Абсолютно. Огромное. И все пришло в запустение. Так территория между Санкт-Петербургом и Москвой. Да. Жалованные земли дворянские. Все погибло. Вот, пожалуйста, здесь Венецианов бывал у Сназина. Вот когда храм освещали, храм, конечно, не сохранился. Его взорвали в советское время. И сделали на его месте хранилище ГСМ. Там Сназина похоронен строитель этой усадьбы. Где-то под руинами. Например, Венецианов к нему приезжал. Карл Иваныч Росси для него храм строил. А когда он был тверским губернским архитектором, он здесь церковь Рождества Иоанна Предтечи построил. Здесь кого только не было. Левитан над вечным покоем неподалеку написал на озере Удомля. Золотая осень здесь написана на съеже. Март левитановский написан. Итак, если перечислить. Репин, Куизжа, Маравов, Жуковский, Беленицкий, Беруля, Богданов Бельский, Грабарь. В общем, это только не полный список тех, кто здесь бывал в этих местах. Слушай, а почему такие места, которые, когда всё богатое, и природа, и близость к Москве, и супер удобная логистка. То есть, есть у тебя сапса, но вообще всё, что хочешь. Почему они не развивают тот же самый туризм, вот есть этот потенциал. Почему всё это умирает? А проблема в том, что в 90-е приватизировали, распродали. И теперь, где эти хозяева, Бог их ведает. С этим нельзя ничего сделать? То есть, это вот всё это... Ну, это частное, типа. А хозяин, неизвестно, вот она сказала, что за границей где-то. Последняя потеря дворца Сназиных, это красивая балконная решёточка была такая, в готическом стиле. Мы с туристами нынче приехали, вот как раз прошлые выходные. Я захожу, срезана решёточка, нет её. А так дом очень интересный. В своё время был символом голубых озёр. Открытки печатали с этим домом. Все фотографировались на его фоне. Джек, обязательно из дома отдыха фотографию с надписью привезти. Так вот, народ всегда фотографировался на фоне вот этого дома. Тут и красивый выход был на берег озера. А он с какого года заброшен? А он одновременно всё бросили. То есть, тут тоже лет 10, да? Да. За 10 лет тут вытащили всё. А что было внутри? Внутри что-то типа клуба такого. То есть, там аутентично ничего не оставалось? Аутентично было всё. А, было всё? Да. То есть, 10 лет этот был ещё в сохранности здания? В совершенном сохранности. Его же реставрировали. Он, видите, ещё недавно. Крыша была поменена, вот она ещё блестит. Так это памятник архитектуры тоже, да? Ну, естественно, это памятник. Как же без него? Рамы, двери, полы, потолки, перекрытия, украшения. Всё было на месте. Это дом Гаслеров, последних владельцев усадьбы Ивановское Овсеево. Это, получается, четвёртое поколение владельцев. Они все родственники были Сназину, первому хозяину, строителю этой усадьбы. Но вторая волна застройки усадьбы приходится как раз на начало 20-го века. То есть, дом начала 20-го века? Это дом начала 20-го. То есть, видите, здесь такое сочетание очень интересной стилей. Здесь и модерны, и готика, и всего предостаточно, всего помаленьку. Это не государственная собственность? Это тоже частная собственность. Всё тоже частная. Кто-то владеет, начиная от подлинных дверей, вот рамы, видите, готические. Ничего себе. Плиточка. Вот там, видите, все деревянные лестницы. Всё это тоже родное было. Удивительно просто. За 10 лет разнесли до такого состояния. А где жилые комнаты были? Вот там? Жилые комнаты наверху, конечно. Это же такие парадные дома. Гостиная, да? Гостиная, столовая. Остатки паркета. Наверх можно подняться, наверх можно выйти даже на балкон. Вот здесь главное разочарование. В прошлой моей экскурсии. Была решеточка балконная очень красивая. Мы с туристами выходили, смотрели на остатки былой роскоши. И когда эта решетка исчезла? Ну вот в этом году её. В этом году то украли решетку. Да. Железо, железо, железо. Ну тут есть и килограммов пять этого железа. Но его срезали. Сейчас вот народ доберется до крыши. Там уже крыша ветром сорвало. И всё, и дома хана. Он упадет полностью. Речь идёт про памятник истории, архитектуры, уникальный для нашей страны. И то, что вот сейчас в таком состоянии, то, что это не нужно собственнику, что всё это разваливается и никому не надо этого делать, становится немножко странным. Либертарианцы сейчас начнут меня хейтить и возмущаться. Но, мне кажется, должны быть какие-то правила и государство должно как-то регулировать эти вопросы. Если собственник допускает, что объект в таком состоянии, нужно его штрафовать, наказывать и через суд забирать у него эту собственность и приводить её в порядок. Мне кажется, что это не вопрос собственников. Это вопрос конъюнктуры. В хорошей конъюнктуре собственник не бросил бы такое здание. Памятники архитектуры, они же и сейчас защищены законом, он не имеет права содержать его в таком состоянии, это нарушение закона. Но вопрос совершенно в другом, абсолютно. Здесь сделать ремонт просто так нельзя будет, потому что здесь всё нужно будет соблюдать. Старое архитектурное строение и так далее, и так далее. Но просто вопрос совершенно, вообще он вообще в другом. Мы говорим о иной проблеме. Проблема заключается в том, что его невозможно в Тверской области содержать выгодно. Почему так получилось? Тверская область умерла, потому что в Тверской области за 90-е, 2000-е и 2010-е случилась следующая ситуация. С одной стороны умерло целое поколение, а с другой стороны выросло целое поколение никому не нужных людей. Эта область экономически в Советском Союзе была зоной рискованного земледелия и дотационной. А сейчас, с точки зрения экономики, здесь невыгодно делать ничего. Туристических путей нету, которые могут окупить подобную историю. Производства нету, которое может поднять местную экономику, чтобы местные сюда ездили. Что здесь делать-то? Я с тобой не согласен. Во-первых, нас рано хоронить. Нет, нет. А потом все-таки потенциал есть туристический. Никто не спорит про то, что он есть. Просто вопрос в том, что у нас, пусть услышат наше министерство туризма и все прочие, поддерживаются фестивали, пожарские котлеты, селигерские рыбники. Селигер, потом Завидово поддерживается, где московские дачники живут. А вот здесь эта территория заброшена. Сюда нужно привлекать инвесторов в первую очередь. А теперь насчет туризма. Знаете, тут, во-первых, раёк такой есть под Торжком. Наверное, слышали такое имение? Раёк Глеба Устрешнева. Это шикарная такая усадь, дом такой огурцом, такой колоннада. Его поднимают лет сорок. Никто не может поднять. А кто его поднимает? Его поднимали заводы тверские. Его поднимали социальные сферы, курорт хотели сделать. Его поднимали частники. Один частник имел даже друга Лунгрен, такой есть артист голливудский. Он туда приезжал, и они там планировали штуку. Тоже всё это лопнуло, понимаете? То есть у нас, оказывается, нет сил и средств, чтобы поднять одну усадьбу 18 века. Ну, мне кажется, что мы расплачиваемся за геополитическое местоположение. Вот понимаете? Ну, как раз выгодно от перекрёсток всех дорог. Да, выгодно в 19 веке, когда Пушкин менял лошадей, значит, в Торжке и писал там на стенах гостиницы пожарского стихи. Это был бренд потом стал, да? Или ел пожарские котлеты. Ну, сейчас М11 мимо всего идёт. Есть множество причин, почему люди покидают родные дома. Это отсутствие работы в деревнях и сёлах, закрытие школ и больниц, ужасные дороги или полное их отсутствие. С чего начинается смерть деревни? Ну, первое – это смерть образования. То есть вот были мелкие школы, где были учителя, где были техслужащие, где было несколько учеников. Потом их укрупнили. Потом их укрупнили, школы закрыли, учителя частично сократили, техслужащих сократили. Народ заставили ездить за 40-50 км в школу. Останутся люди в такой деревне, вот если у меня дети, например, вот есть у меня ребёнок. Я его буду возить каждый день 50 км туда, 50 км обратно. Это расходы очень серьёзные. Школу закрыли – уже стимул уехать отсюда с этой территории. Если люди начинают уезжать, исчезает дальнейший стимул жизни. А нам говорят, а у власти сейчас подход другой, что мы закрываем школы, потому что людей не осталось. А всё наоборот, людей не осталось, потому что они закрывают школы и закрывают больницы. Сельские школы и больницы закрываются быстрее, чем жители деревень покидают свои дома. За последние 20 лет количество сельских школ уменьшилось почти в два раза, а больниц в четыре. Эта проблема коснулась и села Ясиновичи. Это село Ясиновичи было районом, районным центром в середине прошлого века. Здесь сейчас, я думаю, человек 500 живёт. Это село в Советском Союзе было известно, здесь лыжи производили с ракетами. Лет 10 назад в Ясиновичах был целый медицинский городок, куда обращались за помощью жители не только самого села, но и близлежащих деревень. Теперь здесь остались только полуразрушенные корпуса больницы. Здесь был рентген, здесь была хирургия. Сейчас из медицинской помощи в Ясиновичах фельдшерская помощь, фельдшерский пункт. Ага. Не только сами в Ясиновичах, она вообще навесит это вот, до вышнего волочка. А здесь почему-то это происходит, это её почему закрыли всё, почему развалилось? Ну типа экономически невыгодно, наверное, содержать, дорого же. Ну здесь, я смотрю, прям куча строений. Конечно, конечно. Здесь вот рядом был льнозавод, который тоже прогорел. Здесь были все поля на них, был лён, его собирали, перерабатывали. Вот. Вот прямо вот здесь, рядом посёлок льнозавода. Всё умерло, но больницу закрыли, а дальше в Ясиновичах оставили только старое здание, то ли школу, то ли что-то переоборудовали. Значит, типа хоспис такой, умиральный. Вот. И всё, больше никакой медицинской помощи нет. То есть, если что-то с нами здесь случится, либо вторжок, либо вышний волочок. Я тебе могу сказать несколько примеров из нашей личной практики за 25 лет. Моему отцу помощь ехала из Вышнего Волочка. Просто по чистой случайности успели спасти ему жизнь. Приехали. Довольно долго ехали. И то, потому что там упрашивали. Бабушка соседская, давление там по 200, я уже говорил, не приехала скорая. Другая бабушка лежала сутки на земле, никто не замечал. Ну, переступали через неё, там в этой деревне алкашей. Она под дождём, чуть ни в коме она была. Тоже упросили, чтобы приехали. Дороги в Тверской области есть не везде. Поэтому у медиков очень часто не получается добраться до больных, особенно в плохую погоду. Помимо сокращения школ и больниц, власти также ведут политику укропнения населённых пунктов. И это ещё больше вынуждает сельских жителей переезжать в города. Это немыслимая вещь. Вот смотрите, значит, Вышневолодский район, население 22 тысячи. Это крупно для нашей средней полосы. Значит, это нормальное население для сельской местности в начале 21 века. Территория на тысячу больше Люксембурга. На тысячу квадратных километров. И вот эта вся территория, где нет дорог, где вообще просто не проехать, она объединяется с городом. Получается единый бюджет. В результате чего? Значит, уже в Вышнем Волочке, во-первых, подорожал свет в деревнях. Потому что тариф городской вводится сразу автоматически. Налог на землю в 10 раз. Считается, что будет увеличен в 10 раз. Представляете, что будет? Это будет такой отход полный. Бегство из деревень. Если раньше сельское население Тверской области значительно превышало городское, то сейчас все наоборот. Сегодня в регионе проживает более 1 миллиона 260 тысяч человек, из которых только 300 тысяч остаются в деревнях и селах. В России аграрная страна. Что такое аграрная страна? Это когда население сельское больше, чем городское. Вот, например, по этой же переписи с 1897 года у нас в губернии Тверской было 8% городского населения и 92% сельского населения. А сейчас как? Сейчас это наоборот. Как бы 80% городское население и чуть больше 20, ну почти 80, и 20% сельского, тоже резко уменьшающегося. Мы потеряли 400 тысяч населения с 70-х годов. Это Тверь, нынешняя Тверь. Вот такое гигантское, так сказать, для нашего региона это гигантская цифра 400 тысяч. Примерно в 3,5 тысячах деревень Тверской области сейчас живет менее 10 человек. Еще немного, и они тоже опустеют. На то, что ситуация изменится, никто не рассчитывает, потому что люди уезжают не только из деревень и сел. Города в регионе тоже испытывают проблемы с оттоком населения. Я правильно понимаю, что в Тверской области нет ни одного населенного пункта, где население, кроме Твери, где население прибавляется? Да, совершенно правильно, да. Тверь прибавилась вот с 17-го года на 700 человек. Со страшной силой умирает северная часть, Вышний Волочок, на 30 тысяч, и 800 человек каждый год уменьшаются. Вот такие города. Балагоя и почему-то Конохова. Вот на 10 тысяч уменьшились по сравнению с застоем Ржев, Нелидово, Бежицк, вот такие города. Вот, и меньше всего почему-то умирает, значит, Торжок, как это не парадоксально, и, значит, Конокова по сравнению с этим периодом застоя. Они на 4 тысячи только уменьшились. Вот, остальные в два раза больше. Здесь, конечно, работает вот это геополитическое положение региона, когда, значит, Питер и Москва оттягивают, так сказать, на себя, уезжают многие. Если власти ничего не предпримут, то тверские деревни и сёла просто исчезнут. И это может обернуться серьёзными последствиями. Например, полным развалом сельского хозяйства в регионе. Вот есть ведь индикаторы вымирания, не только численность населения. Вот мерзость запустения, что называется, борщевик, вот, например. И он растёт именно там, где умер или умирает человек. Вот у меня, например. Вот заросли борщевика, и они, значит, семена летят на огород, и я не знаю, что с ними делать. Это самый такой яркий индикатор умирания нечерноземья нынешнего, в том числе и Тверской губернии. Вот, видите, борщевик везде. Да, это же, это было поле. Да, конечно. Недавно причём. Лет пять-шесть. Ну да, да. Восемь, может быть. Вот сначала он зарастает борщевиком, потом сквозь него пробиваются берёзки и осинки. Угу. И потом идут грибы. Поле борщевика. А некоторые борщевики достигают четырёхметровой высоты, и вот такой обхват, ну, как... Как дерево. Да, как дерево. Ужас. Да. Куда мы едем? Мы едем в сторону Завражья. Две деревни у нас Дядина и Чудинова. Чудинова умерла, а Дядина полумёртвая. Ну вот, это деревня. Начинается, ну вот, такие виды. Жилой дом и разваленный дом рядом. Жилой и разваленный. Это вот такой полумёртвая деревня, да. В деревне Дядина когда-то было около ста домов. Сегодня только в десяти из них теплится хоть какая-то жизнь. Вот такая прямо деревня-деревня. Это деревня, в которой видно, что она прям умирает дом за домом. Вот видите, двухэтажный дом даже. Богатый. Это вообще редкость же двухэтажный дом. С наличниками. Да. Здесь вот там половину сгнило дом, половину еще кто-то есть. Это видно, что это живой. Нет, это живой, да. Скорее всего, дачники. Ну, это занавески, если опущенные, то это дачные, конечно. Дачники приезжают в Дядина только в сезон, и то не всегда. Местных жителей в деревне осталось совсем немного. А хозяйство держит лишь в одном доме. А сколько человек здесь сейчас? Сколько домов живет здесь? Ну, не знаю, человек. Ну, 10-15. А раньше было? Больше нам было. Ну, 100 домов раньше. А каким хозяйством занимаются ваши родители? Всяким. Коровы. Ну, это скорее для себя, да? Ну, конечно. А вокруг вообще есть кто-то, у кого еще есть хозяйство? Нет. Ни в каких деревнях? Ну, в вашей. Удивительно. Я только что приехал из Калужской и Тульской области. Там веселее пейзажи. Пашут, пашут. Калужская вообще одна из самых лучших областей в России. Ну, они считаются еще не Черноземья, хотя там уже, конечно, не совсем Черноземья. Там экономика хорошая. Там экономика лучше. Это к вопросу о том, что могут что-то сделать губернаторы или нет. Там губернатор взял и привлек в область разом несколько больших заводов, например. Конечно. Там Samsung, Volkswagen. Да, Volkswagen там собирают. Вот. И экономика сразу. Ну, конечно. Импульс получает какой-то. Ну, да. Здесь все-таки история Тверского. Вообще что-то с руководством не везет. Сколько губернаторов было? А давай зайдем-то. Что у нас внутри? Ну, видно, здесь давно никого не было. Что-то уже вон. Нет. Открыто. Вход открыт. Опять же, борщевик. Трехметровый здесь растет. Грибы. Тут разграблено. Шкаф. Это прямо свежий дом. То есть, этот... Печка. Стол, кровати. И видно, что здесь, я так понимаю, здесь жили. Скорее всего, после того, как этот дом хозяева оставили, а здесь еще так видно, что какие-то типа как нары. И видно, что здесь кто-то жил. Много спальных мест. Печки. Газета, кстати, от 2015 года. То есть, это прямо совсем свежий. И вот здесь, ну видно, здесь стол. Печку на кирпичи начали разбирать. То есть, его еще будут грабить. Его еще будут грабить от дома. Печки, видишь, они только начали на кирпичи их разбирать. Ну вот шкаф, видя, просто не пролез у них в дверь. Поэтому они его там бросили. Реально, как дерево этот борщевик. Падает. Как дерево. Сейчас мы отправляемся в деревню Чудиново. Когда-то здесь была большая ферма, на которой трудилось много людей. Теперь тут остались только заброшенные дома и непроходимые заросли. Вот. Пожалуйста. Да, заросли просто совершенно... А вот это вот... А это лесовозная дорога. Лесовозная, да. Там рубят. Лесовозы, это очень важно. Это прямо паразиты. То есть, это люди, которые убивают все. Они берут последнее, что можно взять. Нет, это, без всякого сомнения, колониальная совершенно такая психология у них. То есть, они просто сюда приезжают и вырубают весь лес? Да. Причем, я однажды пришел в свой любимый грибной лес. И там, значит, пилят ребята. Я говорю, вы откуда? Из Кувшинова. Я говорю, ребят, что вы делаете? Вы же сюда за грибами все время ходили. Приказ. Рядом с жилой деревней вырубать лес. Мне кажется, это какой-то бред полный. То есть, это полностью мертвая деревня? Ну, вообще, да. Да, по идее, должна быть помощь у нас. Здесь был пруд. Ну да, судя по борщевику. У борщевика просто лес, заросли. Здесь тоже явно был дом, потому что яблони растет. Да, да, да. Здесь вот был дом. И здесь был дом, и здесь был дом. Вот там какой-то странный дом. Его не было где-то пять назад. Синий? Да, обшитый. Может быть, жилой все-таки один может быть есть. Вот здесь вот был дом. Вот здесь вот. Очень большая деревня. Да, тут такая была плотная деревня. Большая деревня, но сейчас уже все, ничего нет. Все, вымерши. Автобусная остановка заброшена. К нашему удивлению, мы все-таки нашли один жилой дом. На встречу нам вышла Нина Николаевна. Здрасте. Здравствуйте. Вы последний житель этой деревни? Да. А сколько раньше человек жил в деревне? Раньше много. Сколько было домов? Если разобраться, вон даже до тех деревьев. Вот там до поворота. Все это снесено сейчас. Здесь все дома были. Там ферма была. А работа есть сейчас вообще в деревне? В деревне работы нет. Как развалился колхоз, то одно ООО, то второе ООО, то за ООО. В общем, черт и что. И кто-то купил. Сначала москвичи купили, развалили до конца. А здесь вокруг деревни были какие-то жилые еще? Здесь нет, а вот там деревня была. И сейчас что там? Дома стоят. Последние уехали в прошлом году. Деревушка в Тверской глуши стала стремительно терять своих жителей в начале нулевых, когда молодежь начала переезжать в города. Можно ли деревню поднять? Деревню? Сейчас? Сегодня? Сегодня? По-вашему? Нет. То есть все вымрет и все? Молодежь отсюда уезжает не от того, что его не поднять, а от того, что уезжают. Потому что работы нет? Работы нету. Вот в чем дело. Работы нету. Была бы работа, поднять можно. А кто работу должен сделать? Как это? Та же молодежь. Но сюда никто не хочет. Да, правильно сказали. Тверь, она и при Советском Союзе была. Это не Черноземье. Что у нас здесь росло? Овес, рожь. И лен. Лен? Лен. Да. За счет льна мы жили. Вот. Надо местным шевелиться. Нет, не людям. Люди что? Вот поставят у меня ферму, и я даже пенсионерка пойду работать. С каждым годом все больше сельских жителей покидают родные дома. Тверские деревни и села тихо вымирают прямо на глазах. И все это происходит в 200 км от Москвы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова